Всем привет, ребят, с вами Юмилия. У Мирби видосик тут новый вышел во время моего стрима. Если что, стримлю по средам-субботам в 4 по Москве. Моя учительница меня ненавидела. Я тоже с таким сталкивалась. Меня то одна ненавидела, потом другая. Причем обе в открытую. Ну, было такое в детстве, чё поделать. Но, как бы, я уже не ребенок, поэтому пошло все нафиг. Это все в прошлом. Давайте смотреть, Мирби. Привет. У нас 3 миллиона. Да. О, рили? Точно. Неплохо. Грац! Ты чувствуешь? Я бы сейчас поняла. Да, да. Ты чувствуешь? Ну-ка, нагони. Нагони. Да, это мой рэп для 3 миллионов. 3 миллиона, как, крутые, нормально. Что? А ты что скажешь? Что происходит? Это так миленько. Привет. Привет, такая челочка. Кажется, нас уже 3 миллиона. Поздравляю. Огромное спасибо всем. А также я хотел поприветствовать новеньких. Добро пожаловать в безумие. Поехали. Знаете, я не всегда не любил школу. С 1 по 4 класса все было хорошо. Даже отлично. У нас была самая добрая учительница. Я получал пятерки. Приходил со школы и смотрел мультики. Залипая в игры в своем старейшем телефоне. Блин, было бы так круто, если бы мои игры на компе были на моем телефоне. И сейчас такая рекламка, да? Ты из будущего, когда все будет так круто, пришел ко мне и дал бы мне какую-нибудь крутую игру. Я этот и из будущего. Фу. Важно, я принес тебе PUBG, который есть в будущем даже на смартфоне. Папк мобил. Такой, такой милосечка. Я чуть-чуть перекручу. Он так мило себя в детстве нависывал. Такой утипучка. Так. Вернемся. Все было так беззаботно, но потом я перешел в пятый. Боже, нет, нет, нет. Да, да, да. Почему ты этому радуешься? Нам наконец-то станет известно, что же там. Там? Да, на втором и третьем этаже школы. Блин, точняк. Наверное, это будет круто. Кто это? Это Гриша, он из седьмого. Реально? И как там? На втором? Убери меня. Господи, он такой счастливый. Я не могу. Посмотри на него. Очень счастливый. Нам пришлось покинуть свою самую милую и добрую учительницу на свете и получить десятку новых. А чем больше учителей, тем больше шанс, что один из них мудак. Итак, чтобы меня не было стыдно и чтобы меня не вычислили по эпи, я не буду называть ее имя и отчество. Заместо этого я буду называть ее черепашкой. Я сейчас вернусь. Ешь. Это самый ужасный учитель. Знаете, в моей школьной жизни всегда самыми ужасными учителями были учителя математики. Не потому, что я был глуп, а я был. А потому, что у них у всех они не только... Нет, ну, у нас была добрая, очень добрая учительница по математике, но потом ее сменила другая. Типа, тоже не буду там имен называть и все в таком духе. Но у меня еще траблы были с учительницей по русскому. И, блин, это такая жесткая история на самом деле. Блин, у меня бабушка тоже была учительницей по математике. Насколько я знаю, она тоже была безумно строгой. Типа, очень строгой. Я бы не хотела у нее учиться вообще. А я прямо сейчас на коне в вашем классе? Ну и что с этого? Как-то раз она даже порвала тетрадку ученику в неконтролируемом состоянии. Как после этого мне любить математику? В отличие от учителей по литературе и русскому, они в моей жизни всегда были самыми милыми и мечтательными. Они будто... Ну, большинство тоже были такими, кроме одной, которую даже вспоминать не хочется. Ирина, в моих глазах рассказывай стихи и рассказы, которые мне абсолютно не интересны. Одна мне даже очень нравилась. Очень. Да, тебе 25, а мне же 2,5. Но это история именно об учителе по литературе и русскому языку в пятом классе. Так вот, это черепашка. Блин, ты, наверное, еще кушать хочешь? Ешь. Это пицца или что? Она выглядела как настоящая ведьма! Каждый раз, когда я встречался взглядом с ней на перемене, она мне улыбалась, а при встрече здоровалась в ответ, будто я ее любимый ученик. Но как только я заходил в класс... Здравствуйте, класс! Здравствуйте, миссис Черепашка! Я вас всех очень люблю! Миссис Черепашка, здравствуйте! Я ненавижу тебя! Например, у нас был экзамен в классе 6-7 в виде билетов, где было вопросов 5. Об этом я уже вкратце рассказывал в своем старом видео про школьные истории. Да, я списывал. Но списывали абсолютно все, кроме трех-четырех человек. Земля им пухом. Все просто подходили и читали, что они успели списать с телефона. На что она отвечала... Нормально! Она не рыгала, я не знаю, почему так вышло. И тут я понял, что бояться нечего, нужно всего лишь прочитать ответ с листка. Читать я умею. Дополнение, это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы косвенных падежей и обозначает предмет. Неплохо! Давай без листка. Без листка? Ну да, без листка. Говори, что знаешь. Что знаю? Что знаю? Блин, это на самом деле жизненно, когда всем... Меня зовут Женя. Когда всем говорят, ты можешь прочитать с листка, именно тебе так, типа... Читай, что запомню. Я ученик, допустим. О, Левочка! Идем ко мне. Вот пришел герой. Да, маленький? Он такой маленький, он только проснулся. Заспанный весь такой, не понимает, что происходит. Я так могу тискать его до бесконечности, поэтому... Сейчас, все, Левочка, садись, а мы продолжим смотреть видео. На плиту будет больно. Больно. Да? Ну я так не делаю. Не делаешь. Почему, что будет больно? Наверное. Я провалил и пошел пересдавать. Эй, что за выборочный подход? Я чем-то хуже, Я так недавно писала своей преподавательнице в универе, и даже была фраза «Почему я такая особенная?» Ну там тоже была подобная тема, что у моих однокрупниц кое-что прокатило, а у меня не прокатило. Все было сделано по одному образцу, но им поставили зачеты, а мне нет. Ну это уже совсем другая история, это уже про универ. Ну на самом деле, решила рассказать, потому что это безумно жизненно, потому что это буквально произошло пару дней назад. Почему именно я? Я что? И человек! Причем у меня тоже был вопрос, когда я сидела и офигевала, почему именно я? У нас в классе был задир, и которому она ставила пятерки, и очень лестно о нем отзывалась, потому что она его боялась. Что? Как и я! Миссис Черепашка. Как ты меня назвал? Я тоже боюсь того здоровяка, но я могу помочь вам. Вам нужно всего лишь сместить спектр любви на другого ученика. Например, тот парень с фиолетовыми волосами. Где? Вот. Ну уж, вы же милая женщина. Тем более, я бы вам даже 72 не дал, честное слово. Издалека. Издалека. Возможно, это был не самый плохой учитель, просто по какой-то причине она относилась ко мне довольно плохо. При том, что я был самым тихим учеником в школе. Может, именно это не нравится учителям? Я не знаю. В любом случае, в 8 классе я переехал в другой город и начал учиться в другой школе вместе со своей сестрой. Наверное, это был самый правильный поступок за всю мою жизнь. Ведь там были действительно классные учителя, и я наконец-то начал учиться и успешно сдал экзамены. И я не представляю, если бы я... Я, если честно, жалею, что не перевелась в другую школу, хотя у меня и возможности это не было. Стался в той школе. Наверное, в таком случае, я бы продолжал кормить эту черепашку пиццей, только уже на улице. В коробке. Не знаю, правильно ли вам советовать переходить в другую школу, но в любом случае, у меня были проблемы еще и со сверстниками, так что... и я должен был это сделать. Но если вы в обоих случаях, как и я, имеете проблемы, вам точно нужно это сделать. Вот и все. Соглашусь. Спасибо за просмотр. Не хворайте. Пока. Тоже не вали. Программирует прям поставить лайк и подписаться. Я полностью соглашусь с Мерби, если у вас проблемы не только с учителями, но еще и с одноклассниками, и само собой, по возможности, нужно перевестись в другую школу. У меня, к сожалению, такой возможности не было. Если бы была, я бы с радостью это сделала. Я уже говорила, что там, где я жила, очень мало школ и выбора не было, по сути. У моих родителей не было машины, и меня не могли возить куда-то в другое место родители. По финансам тоже не было необходимых финансов, поэтому приходилось терпеть целых 11 лет. Конечно, все было... Ну, все было плохо, но была подруга, сперва одна, потом другая. Были приятные учителя, но в основном у меня лично впечатления от школы резко негативные. И я всегда так говорила и буду говорить, но вот так вот у меня получилось. Надеюсь, что у вас все не так. А если и было все так, то надеюсь, что потом вы перевелись. А если же у вас сейчас так, то я надеюсь, что вы переведетесь, как-то смените обстановку и все будет ок. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!